Привет! Что я дома в маске хожу? Как вы думаете? Пока пройдет заставка, напишите, что вы думаете. И нет, я не болею. Ничем. Просто такие законы теперь. Если кто-то к тебе в дом приходит, то и он должен быть в маске. А к нам пришел человек, который сейчас почистит камин. Я такой, он же это стриптизер. Слишком какой-то красивый каминщик. А мне вечно и бассейнисты красивые попадаются, каминщик красивый. То ли гормоны играют, то ли жужука. Я пойду посмотрю. Первое. Значит, сегодня можно будет уже этим пользоваться. Та-ра-ра-ра! Там все должно быть чистенько. Красотища! Сегодня камин вечером. Ура! Я говорю, хочешь я помою это, чтобы уж прям красиво было Он говорит, ну если у тебя есть мотивация, то помой Я говорю, у меня нет мотивации, но помою Жужука говорит, так много работаем с 7 утра Типа, вот вы в ресторанчик в обед сходите Ресторанчики-то все закрытые Он говорит, жалко, я бы тебя пригласил И я взяла все в свои руки Я организовала ресторан на дому Поставила столик, два стульчика Сейчас накрою стол и будем обедать Правда, обедать будем остатками Я нашла в холодильнике, у меня под пленочкой было все Утка, которую он готовил Леночка не съела вообще ни кусочка, такую капелюшечку И картофельное пюре для него О себе я нашла, у меня там замороженное филе Семги было Или форели Не знаю, чего, надо посмотреть И еще у меня оставалось тоже под пленочкой небольшой кусочек капусты Не капусты, а это называется Это капуста Шуфлер, которая Цветная капуста называется, но она белая Вот, себе на пару сделала Сейчас полью каким-нибудь лимонным соком Замечательный у нас получится обед На свежем воздухе Почти как в ресторане Я там ресторан открыла А он, внимание, занят Так что у меня нет компаньона для ресторана Пойду сама в свой ресторан тогда Пусть у него остывает еда Пусть ест холодную, невкусную утку Хеяне Мне нравится Да Я тоже возьму телефон, он говорит, возьму телефон, а то он будет звонить. У меня тоже будет, поэтому уберу все телефоны по карманам. Кто рыбу заказывал, а кто мясо. Садитесь, месье, у нас здесь зал для некурящих. Я всего понаходила здесь, не нашла и капусточки немного, и рыбку на пару сделала. Мне еще оставались здесь икра тоже рыбья, и лимон, и немножко соуса. А я вот релку не буду показывать, там ужас ужасный, но у него вкуснее. Так приятно на машине здесь написано. Love, сердечко, мама, love, мама. Ну и хорошо, что ты меня любишь. Я тоже ее люблю. Ой, он говорит, это плюс, что машина не очень чистая. Леночка может на ней рисовать. Спорим зацепить песню. Мы теперь ее слушаем целый день с Жужукой. Какой голос, офигеть. Правда, не понимаю, на каком языке. Мы с hag SUS надо. Поехали. 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 Певцы подарил его театр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Не просто как-то так, а с поддержкой, с большой финансовой поддержкой. Так что если сейчас ему скажут «да», то можно еще одну мэрию записать в число людей, которые поверили в нас и в наш проект. А то я боюсь, что кот вместе с ним уедет. Он так на машину смотрел с крыши. Взял свой сакушет, пошел, пошел по делам. Так, короче, мне теперь эту байду нужно отсюда убирать будет, потому что раньше у меня здесь сушилка какого-то была, а теперь все, камин теперь у нас. Он не с нами говорит, он на телефоне висит. С люком. Ленка, иди скорее. Ты поцелуй папу, тогда он тебе скажет хорошо. Поцелуй папу крепко-крепко поцелуй. Поцелуй папу. Не хочешь? Поцелуй папу. Поцелуй папу. Поцелуй папу. Ты ребенок сладкий. Еще и фельдбук подтвердил. За новостями слежу. За новостями слежу. Нас Нарбон принял. Ну да, через три недели будут ответы, а теперь говорят, что готовы нас делать, ничего не понятно, но интересно. И меня пригласили в Гражданский Резерв. Но это, правда, только собеседование 23 ноября будет. Посмотрю по физическим моим данным, пройду или нет. Им сильные люди нужны. А я сильная. Не видно по мне, что ли, я сильная. Сынуль, помнишь, ты вчера про Шарль де Голля говорил? Вчера это было Шарль де Голль. Вот, я нашла книгу. Шарль де Голль Мопе. Это не наша книга, я нашла ее. Хочешь, можешь попробовать почитать. Я посмотрела, там очень легкий язык, в принципе. Я не писала? Ну, попробуй, тут очень много фактов интересных. Там и секретарь его, и какие-то члены семьи рассказывают. Интересно. Или хочешь вдвоем будем читать? Ну, посмотри, если интересно, то скажешь. Если нет, то дашь мне, окей? Нет. Все подтверждено. Мэрия Нарбона взяла не то, что нас подать в ее ответственность, а там, в общем, в четверг в 14 часов подписываем контракт. Они согласны сделать не только воспользоваться нашей платформой, но еще и сделать нам рекламу. Так что, если кто-то живет в Нарбоне, в декабре, смотрите, на всех автобусах будет реклама City Shops. City Shops на всех автобусах и на всех автобусных остановках будут призывать людей пользоваться нашей платформой. Как бы мне так сказать, чтобы не вульгарно выглядеть? Ну, кажется, мы выиграли. Ну, по крайней мере, какую-то часть. Это одна сотая всей Франции. Ну, Москва не сразу строилась. Так что и мы прорвемся. А вот еще он искал контакты мэра города Монсарту. Ну, я полазила, посмотрела. Я вспомнила, что ему письмо отправляли. Ну, потому что он помогал там старичкам, когда первый еще карантин был. И вот я нашла письмо. Здесь все координаты мэра города. Та-дам! Вазиры, пицца, опять. Не, ну, просто он меня заколебал с этим, блин, мужиком этим, который приходил этот, ну, камин ремонтировать. Он мне говорит, вот он теперь и написал, спрашивает твой Фейсбук. Ну, ничего не спрашивает. Он говорит, я пошел только деньги снять наличкой, а вы уже кофе вдвоем пьете. Говорит, хорошо, что банкомат находится рядом. И что, я кофе не могу попить с красивым каменистом? Или как его правильно назвать? Симпатичный парень. Я ему кофе предложила. Он согласился. Но мне не понравилось, что он с сахаром пьет кофе. Мне пришлось искать сахар. Он меня напряг. А то, что он мой Фейсбук спрашивает, я знаю почему. И не поэтому. Он просто узнал меня по этому, ну, по французскому моему каналу. Он так и спросил. Поэтому, а что спрашивает твой Фейсбук? Найди. Тяжело, что ли, знаешь, как меня зовут. Хотя нет, французы не знают. Для французов по-другому звучит. Моя фамилия, имя, отчество. Получила посылку. Не я, а Жужука. Он все-таки заказал эту штуку. Как это называется-то? Блин, как это называется? Ахахахи прочитал. Он говорит, прекрати, я хочу тоже с тобой поговорить. Ну, давай. Это он так и пошутил, оказывается. Я думала, честно. Хочется со мной поговорить. Он говорит, мне нужен собственный секретарь. Я говорю, слушай, у тебя уже заместитель есть, я. У тебя уже жена есть, я. У тебя есть уборщица, я. Он говорит, у тебя еще и секретарь нужен. И тоже я, что ли? Пусть себе возьмет секретаршу, кстати говоря. Раз у него столько звонков телефонных, что он даже покушать не успевает. Пусть возьмет себе секретаршу. Потому что в четверг мне предстоит та же беда. По идее, в четверг у меня должна появиться, на французском, на русском, у меня должен появиться планшет, который мне с благодарностью выслал в люк. Так что, наверное, в четверг можно будет с моей карты желаний снять этот планшет. И в четверг я начинаю прозвон. И если честно, давайте я вам скажу. У меня вот комплексов очень мало. Мне как-то, знаете, глубоко пофигу на всю. Но вот комплекс о том, чтобы звонить в какие-то государственные структуры с моим российским акцентом, русским акцентом, славянским акцентом, мне кажется, это не Кумильфо. Но он говорит, что ты так говоришь, что тебя послушают все. Мне кажется, он просто не хочет выполнять эту функцию, поэтому меня настраивает, что, типа, я нормально говорю. На самом деле я отлично знаю, что я пока еще не очень хорошо говорю. Не, ну как не очень хорошо? Все меня понимают, и я всех понимаю. Я могу купить хлеб, я могу работать секретарем там. Но звонить в государственные структуры, у них какой-то язык такой специфичный, который очень трудно понять. И я просто боюсь, что мне что-то скажут, и я не пойму, что от меня хотят. Поэтому в четверг мне надо будет как-то настроиться. Хотя, знаете, мне даже Жужука сказал, говорит, ты помнишь свою первую неделю в компании Ферма Нищи? Я говорю, помню, конечно. Говорю, что у меня подмышки потели до самого, стекали аж до низа при каждом звонке. Говорю, я не знала, что отвечать, как говорить правильно. А в результате, получается, сейчас сижу, знаете, я показала ему, ну как, в гротеске, конечно, но показала, что сейчас я вот так телефон держу и пилочкой точу ногти. Так что говорю, никаких теперь проблем с ответом на телефон нет. Жужу, кассити парла, ведь мама, тебе кашу приправь, молжей? Даже не ответила. Говорю, что ты с мамой разговариваешь, давай я приготовлю поесть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова